Всем привет! И сегодня мы будем рассматривать транспорт, который был добавлен в GTA Online. Ну что ж, на мое удивление, это всего лишь был один байк, который стоит не так уж и дорого, всего лишь 356 тысяч под названием Vortex. Ну что ж, давайте его закажем и посмотрим на его внешний вид. Также мы, как всегда, прокачаем его в автомастерской, и я буду надеяться, что тюнинг на нём хоть какой-нибудь да и присутствует, потому что если его нет, то видео будет очень даже коротким. Ну что ж, давайте дождёмся, пока наш транспорт прибудет в наш гараж. Ну наконец-то наш мотоцикл прибыл в гараж, и давайте посмотрим его внешний вид. Выглядит он, конечно же, странно. Необычный такой мотоцикл с разнообразными фишками, типа вот такого вот сиденья необычного. Ну что ж, давайте уже сядем на него и доедем до автомастерской. Ну что ж, вот я уже прибыл в автомастерской, и пока я ехал, я заметил, что задние фары у этого транспорт расположены в, можно сказать, нестандартном месте, то есть вон там по бокам. Ну что ж, такая маленькая, можно сказать, фишечка и что-то новое. Ну давайте же наконец-то уже заедем, и будем надеяться, что у этого мотоцикла есть хоть какая-нибудь модификация. Так, как всегда здесь мы всё ставим на максимум... Ага, да, у этого, можно сказать, байка есть какая-то модификация. Так, что мы можем сделать? Давайте сейчас я вот приближу. И что у нас есть? Гребированная рама. Так, ну выглядит как-то странно и необычно, давайте же её поставим. Дальше у нас переднее крыло, давайте посмотрим, какие у нас здесь есть варианты. Ну, вроде выглядит не очень-то и прикольно, но поставим, почему нет. Дальше у нас можно поменять фары, ну хотя меняются не фары, а вот эта вот, можно сказать, часть. Хотя фиг знает, да, по-моему вместе с ними и сами фары меняются. Давайте же поставим тогда самую последнюю. Дальше у нас можно поменять сиденье. Вот, вот, вот это, кстати, сиденье выглядит намного лучше, чем стандартное. Оно мне нравится, так что поставим его. Дальше у нас можно поменять бензобак, выбор небольшой, его вообще нету, можно сказать, только один вариант. Давайте же поставим его. Так, и, видимо, это всё. А нет, здесь ещё можно поменять блок цилиндра. Воу, смотрите, он перекрашивается в разных цвет. Мне это, кстати, очень даже нравится. Так, ну, мотоцикл я бы хотел делать чёрно-красным, так что давайте поставим дополнительным цветом, можно сказать, окраску. Дальше у нас, ну, это всё понятно. И обтекатели, так, вот. Да, вот мне нравится то, что здесь вот что-то меняется, то есть внешне. А это все характеристики, понятное дело, что они по стандартному будут меняться. Ну, давайте поставим вторую, она нам не как-то больше нравится. Ну, и, наверное, это всё. Нет, у нас ещё можно поставить вот такой вот глушитель. И, по-моему, у этого мотоцикла... А, нет, два глушителя, да. Я думал, здесь он один. Нет, их тут два, но давайте тогда поставим тот же самый последний. Так, взрывчатку нам не надо. Колоксон фикснем. Фары. Ну, понятное дело, только почему-то они не светятся. Странно, неужели фары здесь не горят? Это мы обязательно проверим. Дальше раскраска. Ага. А у этого байка у нас есть раскрасочки. Кстати, ну, довольно-таки красивые. Давайте же посмотрим. Первый у нас, например, такая вот полосочка посередине. Дальше жёлтая полоска. Какой-то узор на бензобаке и, можно сказать, нижней части нашего байка. Также зелёная полоска. Какая-то жёлто-оранжево-белая раскраска. Синяя полоска. Фиолетовая. Чёрно-жёлтая раскраска. И голубая полоска. Ну, нет, здесь, смотри, здесь ещё есть, оказывается, здесь три варианта. Я думал, вот и всё. Зелёно-оранжево-белая. И такого, можно сказать, кислотно-зелёного цвета. Ну, давайте я сейчас немножко поиграю с цветами. То есть, сначала... Нет, мы не будем выходить. Сначала я хочу применять окраску на чёрный, а потом уже выберу рисунок. Ну, давайте я это сейчас всё сделаю и покажу вам, что у меня получилось. Ну что ж, я решил остановиться вот на такой вот, можно сказать, раскраске и окраске. То есть, я выбрал обычным цветом чёрный, а дополнительную красный. У нас вот эта сидушечка и вот эти все детали стали красными. А сама, можно сказать, раскраска тоже красного цвета. То есть, она довольно-таки очень даже хорошо сочетается с этими цветами. Так, ну что ж, видимо, это всё. Так, не знаю, это нам надо, нет. Так, да, давайте это дело всё поставим. Ах, да, у нас ещё есть колёса. Ну, давайте-ка выбираем колёсики. Поставим тоже какие-нибудь, не знаю, прикольные. Если они тут есть, конечно же. Вот эти колёса у нас уже были. Кстати, они очень даже красивые. Давайте тогда поставим какие-нибудь... О, мне вот эти нравятся. И давайте же поставим эти колёсики. Ну что ж, видимо, это всё. Хотя нет, подождите-ка. Я ещё не поставил. В смысле... Смотрите, в дизайн шин при покупке заказных покрышек у нас ничего не меняется. Серьёзно? Рокстар, вы кого хотите обмануть? Я как бы, да, повёлся, уже два раза купил. Но будьте внимательны, потому что здесь совсем ничего не поменялось. Ну, твою мать, серьёзно? Ладно, видимо, пора уже заканчивать. Ну что ж, давайте будем заканчивать. Собственно говоря, очень даже красивый у меня получился, конечно же, по моему мнению, такой вот мотоцикл. Конечно же, он отличается от стандартных мотоциклов. Но, я бы сказал, не больно-то он выделяется среди остальных байков и машин, которые были добавлены с последнего обновления. Ну, про байкеров. Собственно говоря, я был удивлён, что в Рокстар добавили всего лишь один мотоцикл, и больше никого транспорта добавлено не было. Но, мне кажется, что они готовятся к Хэллоуину и дадут нам что-то новенькое. Также я забыл проверить, горят ли у этого мотоцикла фары. Давайте мы это сейчас проверим. Блин, смотрите! Да у нас просто, я не знаю, как... Как... Я не знаю, кого. У нас грабят просто среди бела дня. Смотрите, у него... У него нет тупо спереди фар. Ну, кстати, выглядит очень даже красиво. Смотрите, он мне нравится. Пусть фар нету, но... Спереди смотрится красиво. Но всё-таки... Не знаю, хоть какие-то фары-то должны быть. Но, ладно, это уже не мне судить. В общем, давайте же наконец-то уже попрощаемся. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Какого хрена ты пялишь, мужик? Шо он нахуй? Ну и спасибо, что посмотрели это видео. И всем удачи, всем пока. Спасибо.